Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 И тот, который начал это дело, то есть начал ходить среди людей для того, чтобы договориться с ними или уговорить их отменить этот договор, это дело начал человек, которого звали Хишам ибн Амр ибн Рабиа. А конкретнее Хишам ибн Амр ибн Рабиа, ибн Хабей ибн Хузаима, ибн Малик ибн Хисель, ибн Амр ибн Луэй. То есть это его имя полное. И достаточно нам запомнить то, что его звали Хишам ибн Амр. Хишам ибн Амр ибн Рабиа. Говорит, он, то есть вот этот вот человек, Ишам Ибн Амр, пошел со своим предложением к Мутаиму Ибн Ади, а также к другой группе курешитов. То есть приходит, если взять эту историю поподробнее, то он сначала пошел к Мутаиму Ибн Ади. Мутаим Ибн Ади сказал, да, это идея хорошая, я тоже с ней согласен, то есть этот договор не является справедливым. Они наши родственники, то есть даже если они не из нашего племени напрямую, но они такие же курешиты, как и мы, мы возвращаемся к одним едам и тому подобное. И не пойдет одним родственникам делать блокаду и выкатирование другим родственникам, так как это делаем мы, то есть уже тем более на протяжении большого времени. И сказал, но что я могу поделать, то есть я один, я один и ты второй, что мы можем поделать? Двоем, если мы встанем, нас никто не послушает. Он сказал, что вот это Ишам Ибн Амр, сказал, ты главное согласись, а дальше я еще людей найду. То есть, чтобы я уже знал, что хотя бы ты уже со мной. Тот согласился. Потом пошел к следующему человеку и подговорил его тоже так же. То есть, важным людям, которые были среди курешитов, прошелся по ним. Потом к следующему подошел, то же самое сказал. Тут говорит, Субханалла, ты и я. Если бы был еще кто-нибудь с нами, тогда можно было еще об этом разговаривать. Он говорит, с нами уже есть один. Мутаим Ибн Ади. А, Машаллах. Давай, ты скажи, что ты с нами, нас будет уже трое. Я потом дальше пойду. И потом, таким образом, они набрали несколько человек. То есть, вот этот Хишам Ибн Амр набрал несколько человек. И затем они подговорили сделать так, что сели вокруг Каабы, когда там будут сеять Абул-Агаб и другие курешиты. И один из них встал и начал, что делать? Начал, то есть, разговаривать об этом договоре. Потому что договор несправедливый, его нужно отменить. И так далее. Сколько можно наши родственники, почему мы им делаем блокаду и так далее. И когда курешиты начали выявлять свое возмущение, те начали вставать один за другим. То есть, которых он подговорил до этого. Встал Мутаим Ибн Ади. Скал, я согласен с ним, правильно говорю. Потом третий встал, потом четвертый встал, потом пятый встал и так далее. И, в общем говоря, что уже получилось более-менее равновесие. То есть, курешиты смотрят, уже такие важные люди среди них. Оказывается, также, что поддерживают эту идею о необходимости завершить эту блокаду. То есть, эта история, если взять ее поподробнее, произросла вот таким вот образом. Говорит, что Аджабу и Лазалик. Видишь? То есть, вот эти вот знатные люди и важные люди, племени Куреш, ответили ему. То есть, Хищам и Ибн Амру. И согласились с ним в том, что этот договор действительно нужно разорвать. Говорит посланник Аллах, в это время, находясь в ущелье, сообщил своему народу, то есть, вот этим вот своим двум племенам, Хашель и Аль-Муттали, то, что Аллах послал на этот договор Араба. Араба это такое насекомое или такой червь, который поедает, например, бумагу, дерево поедает и так далее. И сказал, что Аллах послал на этот договор Араба, вот такого вот червя, который что сделал? Съел этот договор и не оставил из него ничего, кроме поминания Аллаха. То есть, Курешиты, известно было у них то, что они начинали свои послания словами, бисмикаллахума, своим именем, о Аллах. Не говорили бисмиллях, но говорили как, или бисмилляхарахмарахим, потому что не верили в эти имена. Но еще со времен же Ильи они писали так, то есть, если какой-то договор заключали, то сверху писали бисмикаллахума. И Пророк, салаллаху ас-салаллаху ас-салаллаху, что весь этот договор уже съеден и осталось только вот это условие бисмикаллахума в его начале. Что касается вот этой вот последней истории относительно этого червя, то относительно его становленности есть сомнения. То есть, снать ее сомнительнее, доходит он до уровня годного в довод или нет. Говорит Фаркалят, джеми ма фига, и лазикра Аллаха ас-за-жалла. Видишь, Хабзин-у-Кафир говорит, и этот червь поел или съел весь этот договор, кроме того поминания Аллаха, которое в нем было. Говорит Фаркан и Казалик, и так и произошло. То есть, что значит так и произошло? То есть, урешиты, вот эти вот люди, которых подговорил Хичам ибн Амр, действительно, что перевредили всех остальных урешитов к тому, чтобы разорвать этот договор. И когда они пришли для того, чтобы разорвать договор, увидели то, что он уже съеден, то есть он вообще отсутствует. Есть только имя бисмикаллахума. Это если мы скажем, что этот хадис является достоверным. Но в любом случае, урешиты в итоге этот договор разорвали. Договор разорвали, он перестал действовать. Говорит Сумма Раджи Абану Гашим и Абану Мутталиб и Ла Макка. Видишь, то есть после того, как эта блокада закончилась, это бойкотирование закончилось, эти два племени, то есть Абану Гашим и Абану Мутталиб вернулись обратно в Мерку. И говорит, между ними, то есть между этими двумя племенами, и между корешитами произошел Сульх, то есть мирный договор, все вернулось на свои места. То есть обратно эти два племени вернулись в Мерку и начали жить так же, как жили раньше, до этой блокады. Говорит, несмотря на то, что Абуджа Амр Мишам предпринимал все меры для того, чтобы эта Сульх в действие не вступил. То есть имеется в виду то, что Абуджа Амр все равно пытался уговорить всех на то, что необходимо продолжать оставлять в силе этот договор, и нельзя его разрывать. То есть ходил среди людей и пытался отвернуть их от этой идеи, чтобы разорвать договор. Но несмотря на его старания, корешиты все равно пришли к мысли о том, что этот договор все-таки надо разорвать, и его все равно разорвали. Это общая история относительно этого. Говорит, Видишь, и говорит, до тех, которые были в Хабаша, то есть в Эфиопии, дошло известие о том, что курешиты приняли Ислам. Говорит, и исходя, или опираясь на вот эти вот известия, которые на самом деле были ложными, в Мекку вернулась целая группа сподвижников, которые до этого отправились на Хиджру или в Хиджру, куда? В Эфиопию. Но они нашли давление со стороны многобожников и тяжесть положения и ситуации, такими же, как они были, в то время, как они уехали в первый раз откуда или вот в эти разы в Хабаша, то есть в Эфиопию. И тем более здесь же произошло событие, то есть незадолго после прекращения блокады и блокирования произошло событие, то что скончался Абуталиб. Соответственно, защита стала еще меньше. То есть раньше эти слабые сподвижники подвигались к мучениям, несмотря на то, что среди людей было Абуталиб. А теперь, что этот Абуталиб еще и скончался, то есть это у нас придет далее, просто забегая вперед, вперед говорим. Поэтому, соответственно, давление на людей, на сподвижников усилилось еще больше, потому что теперь уже вообще некому было их защищать. Говорит Фастамар Буби Макка, Илан Гаджеру Илан Мадина. Видишь, и в основном те, которые вернулись в Мекку, остались быть в Мекке и продолжили нахождение в ней, пока не было разрешено переселение в Медину. То есть некоторые уехали обратно в Эфиопию, а некоторые так и остались где? В Мекке, ожидать, что будет дальше. То есть терпели тяжести и сложности, пока им не было разрешено переселиться в Медину. Говорит Ил-Ас-Сакран Ибн-Амр, зауч Сауда Бин-Ту-Зам'а, кроме Ас-Сакрана Ибн-Амра, который был мужем Сауды Бин-Ту-Зам'а. Сауда Бин-Ту-Зам'а, кто такая? Будущая жена пророка, саллаллаху алейкум. Фаибну мата, баадам макдамихи минал хабаша бимакка, табля л-хижра лима илля л-мадина. Потому что, говорит Ас-Сакран Ибн-Амр, после того, как вернулся с Экиопии обратно в Мекку, скончался до того, как произошло переселение в Медину. Но еще до переселения задолго, что скончался. То есть, Сауда Бин-Ту-Зам'а осталась вдовой, без мужа. Говорит, илля Саляма Ибн-Хишам, а также кроме Саляма Ибн-Хишама, а также кроме Айяша Ибн-Аби-Раби'а, фаибну махту биса мустаб'афаин. Потому что эти двое, то есть Саляма Ибн-Хишам, а также Айяша Ибн-Аби-Раби'а, разли Аллаху ангума, они, говорит, не смогли переселиться с людьми в Медину. Но оказались задержанными многобожниками. То есть, многобожники их задержали, потому что они были слабыми и не смогли уехать из Мекки вовремя. Были задержанными. А также кроме Абдулла ибн-Махрама ибн-Абдуль-Узза, фаибну хубиса, говорит, он тоже был задержан. Вот это вот Абдулла ибн-Махрама ибн-Абдуль-Узза, он тоже был задержан. И находился в Мекке до самой битвы при Бадре. И когда произошла битва при Бадре, он вышел вместе с людьми на эту битву, но во время битвы, что сбежал от многобожников к мусульманам. Это что касается нашего раздела. Значит, какие вопросы в нем разбирались? Основной его вопрос этого раздела это блокады, которые учинили курешиты двум племенам, также курешитов, а это Бангашин ибн-Абдуль-Узза, которые из-за давления и блокады ушли от общей массы людей в шиак, то есть в ущелье, в котором находились около трех лет и жили там в полной блокаде, не имея ни торговых, ни брачных отношений, никаких либо других. И затем, после той истории, которую мы поведали, переведя слова Хавиды на Кассира, эта блокада закончилась для котирования, и Бангашин ибн-Абдуль-Узза обратно вернулись в Мекку. Что же касается тех мусульман, которые из подвижников, которые отправились в Эфиопию, то некоторые из них обратно вернулись в Мекку, поверив различным новостям о том, что в Мекке люди приняли ислам. И когда они увидели, что все продолжается так же, как и было, некоторые обратно вернулись в Эфиопию, а некоторые так и остались в Мекке и находились в ней, пока не было разрешено отправиться куда? В Медину с переселением. И потом уже отправились вместе с людьми в Медину. Кроме некоторых людей, которые не успели отправиться, о которых говорил Хавиды на Кассира в конце этого раздела. Кто-то из них скончался до этого, кто-то остался схваченным многобожниками, не смог переехать, а кто-то убежал позже, то есть во время битвы при Бадре, перебежал на сторону мусульман. Далее. Говорит Хавиды на Кассир. Далее. Фасл он раздел. Хурульюн набей, саллаллаху али-саляма, ида Таиф. То есть, выход пророка, саллаллаху али-саляма, в Таиф. Можете у себя отметить, то что эта история, то есть история о выходе в Таиф, основа ее содержится в достоверном сборнике. В достоверном сборнике является достоверной. Говорит. Фалямма нуклидат сахифату. Фалямма нуклидат сахифату. Уафа камаут хадиджата. Ради Аллаху али-саляма. Говорит. И вот это вот событие, то есть разрыв договора о блокаде и о блокировании курайшитов, говорит, совпало с другим событием, которое произошло в жизни пророка, саллаллаху али-саляма. А это не что иное, как смерть его жены, хадиджи, разъяллаху али-саляма. А также смерть Абу-талиба. И между ними, то есть между двумя этими смертями, смертью хадиджи, разъяллаху али-саляма, а также смертью Абу-талиба было три дня. Можете у себя отметить, сначала скончался Абу-талиб, а потом уже через три дня скончалась жена пророка, саллаллаху али-саляма, хадиджи. И также можете у себя подписать то, что это было в 10-м году после начала пророчества, или с начала пророчества Мухаммада, саллаллаху али-саляма. И следствием этого стало то, что на посланника Аллаха, саллаллаху али-саляма, обратилось много вражды, много упреков и различных других обид, притеснений и несправедливости. Почему? Потому что посланник Аллаха, саллаллаху али-саляма, потерял того, кто его защищал из людей среди его народа, то есть потерял Абу-талиба. И соответственно, куа-даму алей, видишь его племя, то есть племя пророка, саллаллаху али-саляма, как бы осмелилось выйти против него и начать его притеснение и нанесение ему обид уже в открытой форме. Ахарджа Расулу Аллаха, саллаллаху али-саляма, это Таиф. Поэтому пророк, саллаллаху али-саляма, вышел в сторону Таифа, то есть вышел из Мекки и направился в сторону Таифа. Для того, чтобы, говорит, жители Таифа оказали ему помощь и дали ему опеку и заботу и приют от его народа, чтобы сделать или попросить народ Таифа оказать ему поддержку и приют. Видишь, чтобы они взяли его под свою защиту от его дурного народа, курашитов. Говорит и пророк, саллаллаху али-саляма, когда добрался до Таифа, призвал их ко Всевышнему Аллаху и к его религии. Но они не ответили ему на его призыв, то есть хотя бы на что-либо из его призыва не ответили, отказали ему в любом из его призывов. То есть и ни ислам не приняли, и ему поддержку не оказали, и приют ему не дали, и ничего подобного. Но наоборот, причинили ему великую несправедливость и великую обиду. Приходит в книгах по Сирии то, что они пустили вслед пророка, саллаллаху али-саляма, различных глупцов, детей и тому подобных людей, подобный сброд, что называется так, которые, вооружившись камнями, напали на пророка, саллаллаху али-саляма, и обкидали его камнями. Так что даже стопы пророка, саллаллаху али-саляма, были покрыты кровью. И с ним, то есть пророком, саллаллаху али-саляма, в этот выход в Таев был Зейд ибн Хариса. Зейд ибн Хариса, который в этой ситуации, в этом случае, оберегал пророка, саллаллаху али-саляма, и закрывал его своим телом. То есть от попадания камней и тому подобное, старался и применял усилия, чтобы закрыть пророка, саллаллаху али-саляма, своим телом. Говорит, даже курашиты не достигли своей обиди и своих несправедливостях относительно пророка того, что совершили с ним жители Фаефа. Поэтому пророк вернулся от них. И его возвращение из Фаефа также приходит с горники имама Аль-Бухари. В него приходит то, что пророк сказал, то есть я очнулся и пришел в себя, только когда дошел до местности Фарну Саалиб. Фарну Саалиб это как раз такое место, Фарну Маназиль. Один из мекатов совершения хаджи. То есть пророк был настолько удручен и настолько ошеломлен этим дурным приемом, что когда ушел от них, был глубоко в себе. То есть глубоко ушел в себя и шел даже не зная в какую сторону он идет. И говорит, я пришел в себя, то есть я очнулся только тогда, когда дошел до местечка, которое называется Фарну Саалиб. Говорит, вадахал Макка фидживар аль-Мутаим ибн Ади, ибн Мауфаль ибн Абдаманах. И после этого пророк, салаллаху алисаляма, вновь вернулся в Мекку, но уже не вошел в нее просто так, то есть без всякой защиты, а вошел в нее, заручившись защитой Аль-Мутаима ибн Ади, что мы о нем узнали недавно в прошлом разделе относительно Мутаима ибн Ади. Не первый нам, первый был Хишам ибн Амр, он который пошел и старался собрать людей для того, чтобы разорвать договор, вот эту вот несправедливую относительно блокады, которую заключили по решите. Но первым, кому он пошел, был вот этот вот человек, Хишам ибн Амр, первым, кому он пошел, был вот этот человек, аль-Мутаим ибн Ади, ибн Ауфаль ибн Абдаманах. Значит, Мутаим ибн Ади был из семейства Хашима или из семейства Муталиба? Не из семейства Хашима, не из семейства Аль-Муталиба, а из семейства Науфала. И все они возвращались к Амруже Абду-Манаху. Так, так вот, Мутаим ибн Ади взял пророка, саламулаху асаляма, после Абу-Талиба, по свою защиту от жителей Мекки, так что жители Мекки не могли причинять ему несправедливость. Почему? Потому что Аль-Мутаим ибн Ади также был среди них уважаемым человеком. Можете у себя подписать, что касается Аль-Мутаима ибн Ади, то он скончался неверующим после переселения пророка, саламулаху асаляма, в Медину, незадолго. То есть, как только пророк, саламулаху асаляма, переселился в Медину, через небольшой отрезок времени Аль-Мутаим ибн Ади скончался. Но нас здесь волнует, какой эпизод, то что свое дело, свое дело защиты пророка, саламулаху асалям, он сделал. А потом уже, когда пророк, саламулаху асаляма, переселился в Медину, он уже не нуждался в этой защите Мутаима ибн Ади. Поэтому то, что он скончался, уже никак не вредило посланнику Аллаха, саламулаху асаляму. Это вот запомнили, иншаллах. Поэтому даже приходят, еще у нас, иншаллах, придет, когда мы дойдем, то есть наша сира дойдет до истории битвы при Бадри, и после того, как пророк, саламулаху асаляма, возьмет пленных, важно, знатных, урешитых, возьмет плен после битвы при Бадри, пророк, саламулаху асаляму, произнесет такие слова, Если бы Мутаим ибн Ади сейчас был живой и поговорил со мной относительно вот этих вот натна, то есть как бы издающих вон, то есть как бы вонючих вот этих урешитов, их знать, то говорит, что я бы, говорит, согласился с ним и отдал бы их ему. Почему? Потому что Мутаим ибн Ади в свое время, когда еще пророк, саламулаху асаляма, знаешь, как вы поняли, находился в Мекке, оказал большую заботу пророку, саламулаху асаляма, и защищал его от урешитых все остальное время, то есть на протяжении около трех лет. Видишь, пророк, саламулаху асаляма, вошел в Мекку под защитой Аль-Мутаима, ибн Ади, ибн Ауфал, ибн Абдуманафа, И, пользуясь этой защитой, продолжил призывать ко Всевышнему Аллаху асаляма людей открытых. И, то есть люди продолжали принимать ислам, и среди тех, кто принял ислам, был кто? И посланник Аллаху асаляма, то есть после того, как Ат-Туфейл принял ислам, сделал дуа за него, чтобы Всевышний Аллах дал ему какое-либо знамение. И тогда Всевышний Аллах сделал ему в лице свет, то есть его лицо стало светиться. И тогда он сказал, о посланник Аллах, я боюсь, что Хазашиту скажет, что это мусля, то есть как бы враги изуродовали мне лицо, или какое-то уродство у меня на лице. То есть не скажет, что это свет от Аллаха, а скажет, что изуродовал тебя кто-то. И говорит, тогда пророк, саламулаху асаляма, сделал за него другой дуа, и этот свет, то есть его лица, перешел на его сауд, то есть на его плеть, нам на его плеть. А что касается вот этой вот истории, то эта история является недостоверной, приходится слабым и снадом. И ее Хагзин Казир еще упомянет также в конце этой книги. В конце нашей книги упомянет ее в качестве признаков пророчества Мухаммада, саламулаху асаляма. Но данная история не является достоверной. Приводит ее Абу Нуайм в своей книге Далайлю Нугуа от Ибну Исхака Му'далян. То есть Му'далян, в ней более чем два пропуска подряд. И также в этой же форме приводит ее имам Аль-Байгарки. А сам Ибну Исхак приводит эту историю в своей силе, но без и снада. Но без и снада. В общем, эта история является какой? Является недостоверной, неустановной. Фауль Ма'руф Бизин Нур, говорит Хагзин Казир, поэтому Ат-Туфейль Ибну Амри Ат-Дуси был известен как обладатель света. Как сказали, значит, эта история недостоверна. Далее. Говорит, и тогда Ат-Туфейль, то есть вернулся обратно в свой народ, то есть народ Дауса, а также из народа Дауса. Кто был у нас? Абу Хурейра, Абу Хурейра Ат-Дуси. Говорит, Туфейль возвратился в свой народ, то есть в народ Дауса, и призвал их ко Всевышнему Аллаху, и некоторые из них, говорит, приняли Ислам. И он так и продолжал оставаться в своем народе и в своей вот этой местности. И говорит, когда Всевышний Аллаху открыл своему посланнику Хайбар, то есть когда произошло завоевание Хайбара, Ат-Туфейль Ибну Ат-Дуси приехал к пророку, с переселением к нему, вместе с около 80 семействами из своего народа, то есть примерно 80 семейств, приняли Ислам от его призыва, и он со всеми ими приехал после завоевания Хайбара пророком, салаллаху алисаляма, к нему, то есть к посланнику Аллаха, салаллаху алисалям. Можете также у себя отметить то, что у имама Ат-Бухари приходит, то что однажды Ат-Туфейль, Туфейль Ибну Амр Ат-Дуси, пришел к пророку, салаллаху алисаляму, и сказал, сказал, сказал посланник Аллаха, поясни, это племя, то есть мое племя, то есть перешло границей, совершает несправедливость, то есть отказывается уверовать, не собирается принимать Ислам никто из них. Сделай же на них дуа, чтобы Аллах погубил этот народ, погубил народ Дуса, потому что перешли границу. И тогда пророк, салаллаху алисаляма, поднял свои руки, и сказал, И действительно, что Аллах ответил на вот эту мольбу посланника Аллаха, и как мы увидели, большое количество семейств в племяне Дус приняло Ислам, и действительно, все они привели к пророку, салаллаху алисаляму. Это что касалось данного раздела. Понятно, значит, что произошло с пророком, салаллаху алисаляму, после смерти Абуталиба. Значит, сначала скончался кто? Абуталик или Хадиджи, мы сказали? Сначала Абуталик скончался, потом Хадиджи через три дня, и это за собой привело гонение со стороны многобожников относительно пророка, салаллаху алисаляма, поэтому он не мог там делать призыв, более того, опасался за свою жизнь, за свое здоровье, что называется, поэтому вышел из Мекки в сторону Таифа, может быть, там люди примут Ислам и возьмут его под свою защиту. Но те приняли его еще хуже, нежели принимали его по решиту в его родной Мекке, поэтому он от них ушел обратно и зашел в Мекку уже под защитой Абута'има ибн Ади. И Абута'им, вот этот вот человек, так и продолжал защищать пророка, салаллаху алисаляма, до самой своей смерти, а это уже после переселения пророка, салаллаху алисаляму. И также в этом разделе приходит указание на то, что Ислам принял в этот период Ат-Туфейль ибн Амр, ад-Доуси, и за ним Ислам принял и принял большое количество семейств из его народа, которые затем приехали также к посланию к Аллаху, салаллаху алисаляму, после завоевания Хайба. А пророк, салаллаху алисаляму, пользуясь защитой Абута'има, продолжал открыто призывать к Исламу людей, то есть никого не боясь и не боясь нападок у Рашидов. Далее. Говорит Хадзин Касир, далее, фаслум, следующий раздел, Аль-Исра вал-Ми'рач, Ва-Ардун-Наби, салаллаху алисаляма, нафсаху алим-каба'ил, говорит, Аль-Исра вал-Ми'рач, то есть событие, которое называется, как перенесение пророка, салаллаху алисаляма, то есть из Мекки куда, в Иерусалим, и его вознесение, то есть на небеса выше седьмого неба. Это то, что называется, Аль-Исра вал-Ми'рач. У Ардун-Наби, салаллаху алисаляма, нафсу алим-каба'ил, и то, что пророк, салаллаху алисаляма, предлагал самого себя, то есть различным племенам арабов, которые приезжали в Хач, он предлагал им самого себя, в том смысле, что говорил, кто возьмет меня под свою защиту, делать призыв ко Всевышнему Аллаху Анаталя, так как мой народ отказал мне в этом и не помог мне в этом, не предоставил мне защиты, а наоборот пытается притеснять меня и наносить мне обиду. Так вот, что касается Алисра Оль Меграч, то можете у себя заранее подписать, то, что время, когда это событие произошло, точное его время неизвестно. И также то, что распространено среди людей, что это произошло 27 числа месяца Раджа, как сегодня принято у людей, Ночь Исра Оль Меграч называть, или Ночь Вознесения, говорят. Еще празднуют эту ночь и тому подобное, 27 Раджа, тоже это не является достоверным. И вообще, любое указание на дату, какую-либо относительно этого события, все это не достоверно и не установлено чем-либо из достоверных договоров. Но все, что известно, билеттифак, единогласно, что данное событие произошло после пророчества Мухаммада, и до хижры, то есть в этот вот период, после пророчества и до хижры. Также необходимо отметить то, что ни пророк, ни сподвижники, ни кто-либо из имамов, которые шли прямым путем после этого, не устанавливали эту ночь, то есть Ночь Вознесения Пророка, как отдельную какую-то особенную ночь, которую необходимо справлять или совершать во время ее какие-то особые виды поклонений и тому подобное. Все это является нововведением и все это является невзаконенным. И дело этого ни посланник Аллаха, ни сподвижники, ни те, которые пришли после них, идущими за пророком, прямо и твердо, не отклоняясь от этого пути. Также можете отметить у себя то, что перед вот этим вот миарач, то есть перед Вознесением, пророку, саллаллаху, вновь была рассечена грудь, уже не просто была рассечена грудь, а его сердце было наполнено верой и мудростью. Его сердце было наполнено верой и мудростью. То есть, как мы сказали, первое рассечение груди пророка, саллаллаху, вновь произошло еще в его детстве, когда он был в племени Банусаад у Халимы Ас-Садия, то есть у его кормилицы. Тогда ему было около 4 лет, как мы сказали это ранее, в начале описания его сиры, саллаллаху, алейхи вассалям. Тогда, то есть во время первого рассечения груди, мы говорили то, что его сердце было омыто водой замзама и вытащен черный сгусток из его сердца, который был долей шайтана относительно него. А вот в этом уже омовении сердца и в этом рассечении груди пророку, саллаллаху, в его сердце была заполнена вера и была заполнена мудростью. Говорит, И был перенесен посланник Аллаха, с его телом, по более правильному мнению, из двух мнений из подвижников и обладателей знаний. И можете у себя подписать, что это мнение действительно является верным, что пророк, саллаллаху, алейхи вассалям, как перенесение, так и вознесение совершил, как своим духом, так и своим телом. И в этом вопросе есть три мнения. Есть три мнения. Первое, вот это вот, и это мнение, подавляющее большинство правильных предшественников, саллахов, то, что его перенесение и вознесение произошло и духом, и телом. Второе, то, что он был поднят только своим духом, и третье, что это вообще произошло во сне. И правильное мнение, что это не произошло во сне, но это произошло во время бодрствования, и пророк, саллаллаху, в это время не спал, так и это произошло не просто его духом, а произошло и духом, и телом. И эти вопросы мы уже подробно разъясняли при изучении некоторых первых книг по Атыни, в Теслах или Атикад и других книг. Говорит, «Минальмаджидильхарам илабейтильмагдис» и переселение произошло из запретной мечети, илабейтильмагдис, то есть в Иерусалимскую мечеть, то есть мечеть Аль-Атса, которая находится в Иерусалиме. Говорит, «Ракибан аль-Бурак, и пророк, саллаллаху, алейхи вассалям, совершил данное переселение верхом на животном, которое называется Аль-Бурак». Можете у себя подписать, что относительно вот этого вот животного, Бурак, достоверно установлено то, что оно ниже по росту, то есть ниже по своему телосложению, нежели мул, нежели мулица, мул, но выше, чем осел, но выше, чем осел. И это животное белого цвета, животное белого цвета, и его шаг, один его шаг, настолько большой, что доходит до туда, до куда доходит зрение. Говорит, «Фисух бати Джибрил, алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху, алейхи вассалям, совершил данное перенесение и вознесение на небеса, фисух бати Джибрил, алейхи вассалям, то есть сопровождение ангела Джибриля, алейхи вассалям». То есть сколько всего объектов присутствовало в этом перенесении? Три получается, сам посланник Аллаха, саллаллаху, алейхи вассалям, вот этого вот животного Бурак, и ангел Джибрил, алейхи вассалям. И он говорит, спустился там, где там Бет-ль-Махдис, то есть в Иерусалиме, в мечети Аль-Афса. И говорит, совершил намаз, будучи имамом над всеми остальными пророками в этой мечети. То есть все пророки были собраны к этому собранию, к этому времени в мечети Аль-Афса, и пророк Савлау Асрама провел с ними утренний намаз, будучи имамом над ними. Здесь можете у себя подметить то, что правильным мнением в этом вопросе является то, что пророк Савлау Асрама совершил с этими пророками, то есть со всеми остальными пророками Аль-Афса, именно намаз в Хаджир. И это произошло уже после того, как он вернулся с Вознесения на небеса. То есть не до Вознесения, а уже после Вознесения. Как на это указал сам же Хафиз Ибн Кассир, но уже в своем таксире. То есть здесь, если мы возьмем вот эту вот Сиру, которую мы сейчас читаем, то из нее понимается, то есть из слов Ибн Кассира, что пророк Савлау Асрама сначала совершил намаз с Амбия, то есть с пророками, и только потом уже вознесся на небеса. Но правильное мнение то, что он отправился сначала в Иерусалим, потом ездил Иерусалима на Вознесение, а потом уже после Вознесения, когда вернулся, совершил намаз с пророками, и этот намаз был утренний. И вот в Сирии, в начале суры Аль-Исра. И он увидел пророков, то есть когда поднимался на эти небеса, он видел пророков на их местах в небесах. Как это приходит? На первом небе пророк Савлау Асрама видел Адама Алейсалам, на втором небе сразу двоих Яхию и Иису Алейсалам, затем на третьем небе пророка Иусуфа, на четвертом пророка Идриса, затем на пятом пророка Харуна, на шестом Мусу Алейсалам и на седьмом Ибрагима Алейсалам. Здесь подпишите у себя то, что пророк Савлау Алейсалам, а что значит видел ангелов? А видел пророков. Видел пророков, то есть видел их души, которые пришли в виде их тел. То есть видел их души, которые были в виде их тел. Но сами тела этих пророков находились в это время в могилах, как это разъяснили обладатели знания. Обладатели знания говорят, что пророк Савлау Алейсалам видел пророков, не имеется в виду, видел их телами, но видел их души, которые пришли в виде или форме тел. И так же общался с ними, разговаривал с ними и так далее, как это приходит более подробно в застоверных хадисах. Кроме Иису Алейсалам, что касается Иису Алейсалам, то его он видел как духом, так и телом. Потому что известно то, что Иису Алейсалам был вознесен Всевышним Аллаху Савлау Алейсалам на второе небо и находится до сих пор там живым своим телом и своим духом, то есть своей душой. Говорит Сума Ури Джаби Иля Сидра Тиль Мунтаа и затем говорит пророк Савлау Алейсалама с этого места, то есть седьмого неба, был поднят и вознесен еще выше, до самого лотоса крайнего предела. Как здесь подпишитесь я, почему этот лотос, лотос, а это растение великой красоты, которое пророк Савлау Алейсалама даже затруднился описать, то есть настолько оно было красивым и впечатляющим. Почему оно называется лотосом Аль Мунтаа, то есть крайнего предела? Говорят потому что, во-первых, оно находится над семью небесами, над семью небесами. И во-вторых, потому что никто из ангелов не смеет перейти эту границу, то есть еще выше, нежели лотос крайнего предела, они уже не поднимаются. Говорит, и говорит он, то есть у этого лотоса крайнего предела, увидел Джибриля, то есть пророк Савлау Алейсалама, увидел Джибриля, кто-то может сказать, как он увидел Джибриля, если он всю дорогу был с Джибрилем. Как мы говорили ранее, Джибриль Алейсалам сопровождал пророка Савлау Алейсалама с самого начала, как перенесения, так и вознесения. Мы говорим, да, но здесь не имеется в виду то, что он увидел Джибриля, а продолжается, что предложение, он увидел Джибриля в его виде, в котором Всевышний Аллах Савлау Алейсалама его создал. То есть Джибриль сначала пришел к пророку Савлау Алейсалама в виде человека, в виде человека, с этим животным, которым назывался Бурал, весь этот путь он был в виде человека. Но когда пророк Савлау Алейсалама достиг лотоса крайнего предела, то Джибриль Алейсалам предстал перед ним в том виде, в котором он действительно был создан. То есть шестьюста крыльями в огромном размере и тому подобное. Так же, как он видел его первый раз. Помните? Говорит, вафарад Аллаху Алейсалама ваат телька лаиля. И говорит Всевышний Аллах Савлау Алейсалама, поднял к себе посланника Аллаха Савлау Алейсалама. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, этим почтить посланника Аллаха Савлау Алейсалама среди всех остальных творений. А во-вторых, для того, чтобы вменить ему в обязанность, а также его общение, совершение пяти обязательных намазов. Пяти обязательных намазов в течение суток. И этим самым обладательное знание указывает на великий почет этого поклонения. То есть намаза, то что все остальные поклонения, их взаимоотношения, их обязательность или их узаконенность, они спасались сверху вниз, то есть с небес, на землю пророку Савлау Алейсалама. Но для того, чтобы вменить в обязанность посланнику Аллаха намаз, Всевышний Аллах поднял к себе посланника Аллаха. Не послал ему этот приказ с небес на землю, но поднял к себе посланника Аллаха для того, чтобы ему этот приказ вменить. Это говорит о великом почете этого вида поклонения, то есть намаза. Говорит Аллах Талифа Аль-Улама, «Галраа, Рабба Аззу Джал Аула, Аля Каулин». Говорит Хадзин Касир, и ученые разногласили в еще одном вопросе. Видел ли пророк С.А. своего Господа, то есть во время вознесения на расстояние выше, чем семи небес, видел ли он там своего Господа, то есть Всевышнего Аллаха С.А. своими глазами или нет? Аля Каулин. На два мнения. Фасах Алибн Аббас Абн-Ухал. Пришло достоверно от Ибн Аббаса, что он сказал, нам это пришло от него, у имама Муслима, а также у имама Ат-Тирлини. То, что он сказал, Раа Арабба Ау. Да, он видел там своего Господа. Ваджа Афирева Адин Аан, но в другом ревайте пришло Раа Ау Бифу Адьи. Видел своего Господа сердцем. И имеется в виду видел его глазами, но имеется в виду видел своего Господа сердцем. Это правильное мнение в этом вопросе. Видел ли пророк С.А. своего Господа во время вознесения, мы говорим, да, видел, но не глазами, а чем? И приходит говорить у Бухари и Муслима со слов Аиша, что Аиша отрицала эти слова. То есть, порицала того человека, который скажет, что Пророк во время Вознесения видел Всевышнего Аллаха своими глазами. Поэтому она, то есть Аиша, а также Ибнумас'уд, сказали, что Пророк кого-то там видел, то есть, на небесах, то он видел Джибриля, а не Всевышнего Аллаха. Что мы отсюда поняли? Отсюда мы поняли, что Пророк во время Вознесения своими глазами видел Джибриля, в том виде, в котором он был создан, то есть, истинно создан, и видел Всевышнего Аллаха, но уже не глазами, а чем сердцем. Вот это вот общий вывод по этому вопросу. От Катады, от Абдулла ибн Шапыка, от Абузарра, о том, что Абузар, ради Аллаха, сказал, Я, говорит, спросил Пророка, видел ли ты своего Господа, на что Пророк ответил, я видел свет, как же я его увижу. То есть, мне мешал увидеть Всевышнего Аллаха, свет его хиджаба, то есть, свет его покрывало. Как я могу увидеть Всевышнего Аллаха, а в другом ривайте приходит, я видел свет, но самого Всевышнего Аллаха, не видел. Говорит Хавидн-Аль-Катир, вот это вот последний хадис, который приходит со слову Абузарра, является достаточным в этом вопросе. Почему? Потому что сам посланник Аллаха, салаллаху алисаляма, ответил явно на этот вопрос. И даже нет нужды прямой к тому, чтобы узнавать мнение сподвижников в этом вопросе. Почему? Потому что на этот вопрос ответил сам посланник Аллаха, салаллаху алисаляма, то что он видел свет, Ижаба, то есть покрывала Всевышнего Аллаха, самого Всевышнего Аллаха глазами не видел в эту ночь. «Валяма асбаха Расул Аллаху саламу алесяту Аллаху саламу афи квуммихи, ахбара хум бима араху Аллахы от аятовы…». Говорит, и когда посланник Аллаха саламу проснулся в своем народе, имеется в виду Асбаха, то есть наступило утро, и посланник Аллаха саламу аllerу саламу к этому времени уже был вернувшимся из этого вознесения, говорит, он сообщил своему народу, что он видел во время вознесения из великих знамений Всевышнего Аллаха Субхану Аллаху. Но говорит, что урешиты вместо того, чтобы уверовать в это и подтвердить истинность посланника Аллаху, еще больше начали обвинять его во лжи и еще больше причинять ему несправедливость, то есть проявили свою смелость относительно него еще больше. То есть нападки, издевательства, насмехательства и тому подобное относительно посланника Аллаху и с их стороны продолжились и стали еще больше и увеличились. Говорит, что посланник Аллаху, призывая свой народ, то есть прочитав к исламу, и так и не добившись от них конкретного принятия ислама, то есть всенародного, чтобы весь народ принял ислам и помогли ему в донесении религии священного Аллаху людям, то есть так и не встретив от них этого принятия, то он начал что предлагать себя различным Кабаев, различным племенам арабов, которые съезжались в Меху с разных сторон Аравийского полуострова Айям-Аль-Мусим, то есть во время Хаджа. И говорил им, тот тот человек, который заберет меня с собой, свой народ, и окажет мне защиту для того, чтобы я мог донести до людей послание моего Господа. Этот хадис приходит в Саэль-Мусим. Саэль-Мусим Шейх Мухбили является достоверным. Его в своей основе приводит Абу-Дауд, а также имам Ат-Тирмизи, и также имам Ат-Тирмизи его назвал достоверным. И другие множества имамов этот хадис приводит в своих сборниках. Говорит, и все это время, то есть когда пророк, салаллаху алисаляма, ходил по племенам различным, которые приезжали и съезжались в сезон Хаджа в Мекку, говорит, за ним по пятам ходил его дядя, Абу-Лагаб, да будет над ним проклятие Аллаха. Ходил по пятам за посланником Аллаха, салаллаху алисаляма, и говорил людям, не слушайте его, то есть не прислушивайтесь к нему, поясню, он является лжецом. То есть, что бы пророк, салаллаху алисаляма, не говорил, Абу-Лагаб, боясь того, что кто-то может поверить в него, и приютить его действительно, и дать ему убежище, и возможность призывать ко всевышему Аллаху алисаляма, должным образом, в полноценной форме, ходил все время за ним, потому что он был уважаемым человеком, Абу-Лагаб, был сильно уважаемым человеком, не только среди курешитов, но и тем более среди остальных арабских племен. Поэтому ходил и указывал то, что этот человек лжец, не верьте ему, продолжайте оставаться на том, на чем вы, никто не отвлекается, как говорится, так и от его основных действий, живем как живем, продолжаем жить так, как жили, этого можно не слушать. Говорит, поэтому различные времена арабов не приближались к пророку и побаивались его, смотрели на него странным взглядом, что это за человек, ходит и говорит, что он посланник от Аллаха и тому подобное, что он пришел из другой религии, хочет к ней призывать. То есть смотрели на него, удивляясь и доверяли больше курешитам, то есть ему не верили, а верили курешитам, то есть всю жизнь верили курешитам, их почет и их знатность установлена, что называется, достоверно, поэтому мы от них, от их слов отходить не будем. Раз они говорят про своего же сородича, то, что он является лжецом или сумасшедшим и тому подобное, значит так и есть. То есть боялись к нему приближаться и не подходили к нему. Видишь, говорит, про пророка среди арабов говорили, то, что он является лжецом, то, что он является колдуном, то, что он является предсказателем, то, что он является поэтом. Говорит различные лживые слова и навет, поклеп и ложь на послание к Аллаху, которую вот эти курешиты придумывали, то есть называется, слов духа, так придумывали от самого, от самих себя, без всякой достоверной основы этому нам. И приходит то, что если человек какой-либо чужой приезжал в Мекку из других арабских стран, то везде на рынках, куда бы он ни попал, везде только люди и разговаривали об этом человеке. То есть в Мухаммаде, салалулаху ассаламе, везде про него плохо говорили, что он кальзат, лжец и тому подобное. То есть любой, кто в Мекку попадал, в первую очередь слышал вот эти вот слова, слышал вот эти вот речи и в первую очередь получал от кого? От курешитов указ, что смотри, если будешь по Мекке ходить, где-нибудь его услышишь и увидишь, этот человек кальзат, сумасшедший, ты ему не веришь. То есть один больной, ему верить не надо. И любой человек, как бы заходящий в Мекку, уже сразу брал на себя вот эту вот директиву, что называется, так, что человек не в себе, поэтому к нему подходить не надо, мало ли что, как говорится, произойдет. Настолько серьезной была вражда курешитов к пророку, салалулаху ассалама, что человек чужой мог встретить разговоры об этом везде, то есть на рынках и подобных местах. Говорит, поюзгай илайим, ман лата миизала, мина лахия. Видишь, и говорят, те арабы, или те племена, которые не были способны на развлечение истинной от лжи, действительно верили кому курешитов и склоняли к ним свой слух. То есть слушали их и доверяли тому, что они говорят. Говорит ламмал алибба, ида самиму каляму ватафаххаму шагиду бянна мая кульлахаб. А что касается алибба, то есть обладающих разумом, то есть ни от отлитчиков, ни тех, которые что делают, просто слепо следуют за различной болтовлёй, словами и зазывами, и призывами. Но которые, прежде чем принять какое-либо решение или сделать какой-либо вывод относительно определенной ситуации или вопроса, сначала что делали, приостанавливались. И слушали, что говорят эти, что говорит этот, и кто является наистине, а кто является заблудшим и лжецом. Видишь, говорит, кто из них был обладателем разума, то когда они слышали его слова, то есть посланника Аллаха, и внимали им, то есть понимали, что он говорит, и внимательно относились к его словам, шагиду бянна мая кульлахаб, то они непременно свидетельствовали, что его слова являются истиной. А что касается курешитов, что они никто иные, как лжецы, которые лгут на пророка, и наводят на него навед и клевету. Союз лимован и принимали ислам. То есть вот эти вот алибба, обладающие разумом из различных арабских племен, принимали ислам, после того, как слышали слова пророка, саллаллаху али вассалям. Вы можете у себя подписать из них Бымады аль-Азди, человек, которого звали Бымады аль-Азди, мы его выделяем, потому что о нем история приходит у имама-муслима. То есть этот человек Бымады аль-Азди был известен тем, что он лечил от хождения джиннов, от дотрагивания джиннов, от сумасшествия и тому подобное. И когда ему говорили, что Мухаммад в него вселился джин, то, что он сошел с ума, не в своем уме и тому подобное, этот Бымад аль-Азди решил помочь ему. То есть если уж такая серьезная болезнь у человека, не зря же я такой профессией обладаю, что способен от этих болезней лечить. Вылечу человека и все проблемы решатся. А тут сколько уже проблем, сколько противостояния вражды, люди разделились на две части, пойду его, предложу ему свои медицинские, что называется, услуги. Так и пришел к пророку и сказал, о Мухаммад, я таких, как ты, уже много повидал. Говорит, если хочешь, я помогу тебе, то есть почитаю тебе некоторые руки, некоторые заклинания и вылечуся. Она говорит, я лечу от этого ветра. То есть как бы то, что у тебя ветер в голове, то есть случилось что-то ненормальное, ты не в себе, я от этого лечу. Хочешь, говорит, я полечу тебя, вылечу. И тогда пророк сказал ему, И прочитал ту хутбу, обычно которую он читает. То есть посланник Аллаха, салам voice, он хотел обратиться к нему с призывом к исламу. Еще не успел обратиться к нему с призывом ислама, просто хутбу вот эту прочитал. То есть поистине мы восхваляем Аллаха, мы его восхваляем, просим у него помощи и прочения. Тот, кого поведет Аллах, прямым путем никто не собьет. Тот, кого он заблудил, никто не наставит на прямой путь. Следите, что нет божества застойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад посланник Аллах. И говорит этот Банат, то есть когда эти слова услышал, сказал, Суханал, я много таких, как ты видал, но никто из них такие слова не произносил. Ну-ка говорит, произнеси мне еще раз, что ты говоришь. И пророк, саллау ла салям, еще раз ему эти же слова повторил. И затем Банат, а здесь засвидетельствовал, что этот человек не является ни колдуном, ни больным, ни лжецом и так далее. Говорит, я видел много и колдунов, видел и поэтов видел, и больных видел, и всяких видел. Это говорит, ты не из тех, и не из тех, и не из этих. То есть на тебя просто лгут. И затем засвидетельствовал о том, что действительно эта религия является истиной, и то, что этот человек действительно является посланником Аллаха, саллау ла саляма. И вместо того, чтобы вылечить посланника Аллаха, саллау ла саляма, сам вернулся каким вылеченным. Аллахамдилля и принял. Аллахамдилля и стал одним из великих сподвижников после этого. На этом также закончился этот раздел. Давайте сегодня здесь на этом завершим. Время у нас уже затянулось. И остальные разделы, иншаллах, будем читать на следующий год. Извегинари вентиля. Продолжение следует. Время уничтожения. Продолжение следует... Продолжение следует... Храмотергер.